Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Жюрихин, и я около 10 лет занимаюсь разработкой статических анализаторов. В этой лекции речь пойдет о практическом применении статических анализаторов с уклоном в копилируемые языки. Информация о параметрах компиляции, доступной вне процесса сборки, может быть ограничена. В частности, сам список файлов, которые нужно проанализировать, может быть недоступен. Для решения этой проблемы применяют автоматическое определение целей анализа с помощью перехвата сборки. Этот подход можно использовать таким образом, чтобы он не требовал практически никакого или вообще никакого участия человека, что позволяет увеличить надежность и ускорить процесс интеграции статического анализатора в цикл разработки. Именно поэтому многие статические анализаторы в практике используют подобный подход, такой как ScanBuild у Clunk Static Analyzer, или CovBuild утилита у Coverity, или команда SwayzeBuild у анализатора Swayze. На практике существует целый ряд сложностей, которые могут создать препятствия для перехвата сборки. Однако для других способов определения целей они могут оказаться принципиально неразрешимыми. Например, сами исходные файлы могут генерироваться в процессе сборки и быть недоступны после ее завершения. А в крайнем случае, таком как генерация Java кода с помощью процессоров аннотаций, и вообще не существовать в виде файлов, а быть лишь внутри компилятора. Компоновка даже не самых больших проектов может содержать в себе столько нюансов и мелких деталей, включая архивацию объектных файлов и перемещение их в другие места файловой системы, что ручное задание всех связей между объектами оказывается слишком сложным. Но и на практике многие подходы, используемые для сборки проектов, могут оказаться труднопреодолимыми для перехвата сборки. Например, из того, с чем нам пришлось справиться при разработке анализатора Space, можно выделить сборку проектов в песочнице, где нужно определенным образом готовить окружение, чтобы модуль перехвата сборки мог отследить компиляции, запущенные внутри песочницы. Можно также выделить использование программных интерфейсов компиляторов, что является стандартом для систем сборки по джаву, таких как градл или мамин и других, а также распределенная сборка, когда разные части проекта собираются на разных машинах. Для решения последней описанной сложности в анализаторе Space мы реализовали возможность объединения результатов независимых сборок. При этом в результате анализа такой сборки результаты получаются такими же, как если бы все сборки производились на одной машине с помощью одной команды. Эту возможность можно также использовать для объединения различных сборок, например, при сборке целого дистрибутива по пакетам либо при раздельной сборке разных конфигураций одного и того же проекта. Дополнительной полезной возможностью статического анализатора может оказаться и фильтрация компиляций при анализе или сборке, например, для того, чтобы ускорить процесс анализа в случае, если интегрированные сторонние библиотеки не интересны с точки зрения дефекта в них. Перехват сборки позволяет наиболее точно проследить все детали компиляции и компоновки объектного кода для того, чтобы построить точный граф вызовов для аккуратного межпроцедурного анализа. На практике нередки случаи, когда в проекте существует несколько специализированных вариантов одних и тех же функций, а также специальные заглушки, которые не реализуют вообще никакую функциональность. Для того, чтобы анализатор мог выбрать правильную функцию в момент анализа вызова функций и требуется точный граф вызовов. Помимо этого, дополнительной задачей является разрыв рекурсивных цепочек в графе вызовов, который также должен проводиться детерминированно. Одной из сложностей, с которой приходится сталкиваться при использовании статического анализатора на практике в цикле разработки, является инкрементальная сборка, когда происходит пересборка только измененных частей проекта. В зависимости от того, как предполагается использовать результаты сборки, существуют две стратегии — либо генерация предупреждений только для измененных участков кода, либо объединение всех предупреждений для того, чтобы получить точно такие же предупреждения, как если бы проводилась полная пересборка. Для разработчика статических анализаторов существует целый ряд сложностей при поддержке такого цикла разработки, однако для пользователя эта возможность должна реализовываться прозрачно, без каких-то дополнительных действий. Поддержка многих языков программирования является одной из востребованных свойств статических анализаторов. С точки зрения архитектуры она может быть достигнута двумя способами — либо использованием одного ядра анализа для проведения анализа всех поддерживаемых языков, либо отдельных ядер анализа для анализа каждого из них. При этом каждый из этих подходов обладает своими достоинствами и недостатками. Так, единое ядро анализа позволяет переиспользовать ранее написанные детекторы для всех или для новых языков, а также позволяет проводить анализ кода, написанного на разных языках, например, Kotlin и Java. Однако этот подход сложнее с точки зрения дизайна. При использовании отдельных ядер для анализа отдельных языков появляется возможность более точного анализа специфичных конструкций этих языков, а также простота реализации отдельных детекторов. Однако этот подход обладает тем недостатком, что при добавлении нового языка приходится перереализовывать ранее написанные детекторы для нового ядра анализа. Одним из практических вопросов статического анализа особенно компилируемых языков является хранение промежуточных данных. В частности, для хранения промежуточных данных для анализа может потребоваться место, сравнимое с объемом диска, требуемым для хранения собственно объектных файлов с отладочной информацией, но это зависит от выбранного в анализаторе внутреннего представления. Помимо этого, требуется место для хранения мета-информации о зависимостях между объектами исходного кода, а также для хранения резюме функций для инкрементального анализа. Для хранения отдельных результатов анализа, как правило, требуется намного меньше места, чем для хранения промежуточных данных. Однако, в отличие от этих промежуточных данных, которые требуются лишь до момента проведения анализа, эти данные хранятся достаточно долгое время и постепенно накапливаются. На этом лекция о практическом применении статических анализаторов закончена. Спасибо за внимание.